Образовательное учреждение Средняя Общая Образовательная Школа номер 17 объявляет набор в 5-й и 10-й кадетские классы МЧС. Образование бесплатное. Ульца Баданова, 77, телефоны 269-31, 263-64. Радио Эннджи. Радио Эннджи. Радио Эннджи. Еще раз добрый вечер, уважаемые телезрители. Это программа «Прямой эфир» на телеканале Дим ТВ. В студии Наталья Васильева и министр промышленности и транспорта Ульяновской области Андрей Тюрин. Андрей Сергеевич, уходя на рекламу, мы с вами начали говорить о ремонте дорог в Великевском районе и в Димитровграде. Поскольку основная наша аудитория – это город Димитровград и дороги, которые совсем рядом с Димитровградом и с населенными пунктами, которые граничат с нами непосредственно. Скажите, пожалуйста, что у нас в этом году будет все-таки с дорогами? Я знаю, что огромное, ну ладно, не огромное, а большое количество средств региональный бюджет выделяет в этом году именно на ремонт дорог в Димитровграде. Либо подтвердите, либо опровергните, либо скажите, что может быть это так будет. Давайте не будем прибегать, там огромное, большое, а назовем конкретные цифры. Нами, нашим министерством совместно с городом Димитровградом подписано соглашение, в соответствии с которым из областного бюджета городу Димитровграду выделено 47,5 миллионов рублей. 25 миллионов рублей на софинансирование выделяет город Димитровград. В итоге была сформирована программа, я не буду перечислять улицы, надеюсь, что в средствах массовой информации, на сайтах, на всех, наверное, доступных информационных источниках, эта информация в городе Димитровграде прошла. Если нет, то мы обязательно дополнительно это еще раз сделаем. Был объявлен конкурс, сегодня определена подрядная организация, и они уже на этой неделе приступили к работе. Первая улица Славского, как раз недалеко от того места, где мы с вами находимся, составлен график до 20 августа, в соответствии с которым все 16 улиц должны быть отремонтированы. Но сразу оговорюсь, чтобы зрители и жители города Димитровграда понимали. Мы говорим не о капитальном ремонте, потому что капитальный ремонт требует достаточно серьезных вложений, и тех средств, которые у нас есть, может быть, хватит там на одну, максимум две улицы. Поэтому было принято такое обоюдное решение, обсуждалось с общественными организациями, с общественностью, сделать улицы города Димитровграда максимально, скажем так, комфортными из тех средств, которые у нас есть. Поэтому будет сделано где-то частично просто ямочный ремонт, но в основном мы старались и подготовили так сметы, чтобы перекрыть все участки полностью выравнивающим слоем, сделать хороший карточный ремонт. Понимаем, что это недостаточно, и при посещении сюда с членами правительства губернатор тоже обратил на это внимание, поэтому сегодня мы разрабатываем дополнительную программу, которая будет состоять из, скажем, дополнительного перечня улиц и тротуаров на сумму 80 миллионов рублей. Сегодня мы целый день посвятили работе в городе Димитровграду. В Димитровграде еще на прошлой неделе наши специалисты приезжали, сделали достаточно такой большой обход, и сегодня появился новый перечень улиц города Димитровграда, которые будут ремонтироваться. Буквально 30 мая пройдет законодательное собрание области, на котором будут внесены изменения в бюджет, и уже мы ставим такую задачу где-то в первых числах, в первой декаде июня месяца, чтобы был объявлен новый аукцион или торги на дополнительные работы. Основная задача, конечно, как я уже говорил, это вопросы качества, поэтому сегодня здесь была специальная организация, с которой мы проговорили, как она будет работать по контролю. Вот насчет контроля, простите, перебью, очень хотелось бы сразу привести конкретный пример. Когда года два, по-моему, назад, большие деньги были вложены в ремонт проспекта автостроителей, то есть предполагалось и позиционировалось все так, что это все делается на высшем уровне, и, как говорится, весна все показала, что и что, то есть дорога оказалась не то, что непригодной, но она начала разваливаться. Опять-таки, в прошлом году есть частично, то есть заделывались, например, проспекты автостроителей, нужно отдать должное, что в этом году эта дорога весну не просто пережила, а она, на удивление, в хорошем состоянии. Что это? Это плохой контроль качества выполнения работ, или это все-таки, скажем так, совесть тех, кто выполняет эту работу? Наверное, то и другое. Прежде всего, конечно, это плохое отношение подрядной организации. Мы знаем, что там поставлялся асфальт и бетон с разных заводов, и заводы, скажем так, были не модернизированы, к сожалению. Во-первых, потом работы выполнялись уже поздно, осенью, и температурный режим не позволил, видимо, качественно уплотнить асфальт и бетон. Но в любом случае, конечно, наверное, это вина и подрядной организации, и контролирующих структур и заказчиков. Вот для того, чтобы уйти от этого, сегодня будет нанята компания, которая будет отвечать за технадзор. Здесь будет закреплен непосредственно специалист. У данной организации имеется специализированная лаборатория, причем не одна. Она будет выезжать еженедельно, брать пробы, как на асфальт и бетонном заводе. Вот мы сегодня встречались с подрядной организацией, как нас заверяют, что работа будет вестись весь асфальт и бетон с одного нового модернизированного завода. В чердаклах, который находит. Контроль оборудован тоже лабораторными приборами для того, чтобы ежедневно контролировать качество выпуска асфальт и бетонной смеси. Я думаю, что это будет несколько другая работа, чем прежде. Кроме этого, автомобили, которые будут перевозить асфальт и бетон, также оборудованы, сконструированные, что у них есть подогрев кузова, будут применяться полага, чтобы асфальт и бетон приходил в нужной температуре. Но я еще раз хочу сказать, что задача поставлена. При малейшем замечании со стороны контролирующих органов останавливать всю работу до того момента, пока не будут эти замечания устранены. Потому что объем, как вы сказали, достаточно большой для города Демитровграда. Его нужно правильно и грамотно, качественно сделать. Тоже хочу сказать, что надо не просто освоить деньги, нужно действительно качественно их вложить. И хочу сказать, что в новой программе, которую мы сегодня формируем, у нас там 10 улиц, на которых мы будем делать тротуары. Вот, да, по поводу тротуаров, пожалуйста, подробнее. Это социальный проект. Мы понимаем, что дорога есть, это хорошо, но если нет тротуара, то жителям по дороге некомфортно ходить, особенно когда это осень, весна, когда слякотели грязь. Я могу озвучить. Да, у вас, я знаю, есть список улиц Добрый. Да, мы определили, что это тротуары будут на улице Курчатова, 32 дома, где улица Славского, Прокина, Гончарова, Гвардейская, Димитрова, Западная, Ленина, вторая пятилетка и улица Степана Разина. На этой неделе, вот еще осталось там пятница, суббота, мы до конца отработаем вместе с администрацией города Демитровграда, еще раз точно определим адреса, что там будет сделано для того, чтобы подготовить уже проекты для организации торгов. Сколько денег выделяется на тротуары в Демитровграде? И кроме вот тех средств, которые я сказал, есть дополнительная программа. Это тоже средства Дорожного фонда, но они реализуются через Министерство ТЭК и ЖКХ Ульяновской области. Сегодня определено 26 миллионов на внутриквартальные дороги и тротуары, плюс по поручению губернатора выделено там еще 9,5 миллионов рублей, которые также вот 30 мая будут внесены изменения в бюджет. И я считаю, что в этом году, если брать вот ремонт тротуаров, дорог, более 200 миллионов средств будет направлено на эти цели. Это очень громадные деньги, поэтому здесь, я думаю, вот мы говорим много там о качестве и общественной контроле сегодня. Сегодня мы посмотрели, ну, мне показали, что в городе есть созданный общественный контроль, куда входят люди. Я думаю, что все желающие, которые обращаются там, имеют право полностью участвовать в этом контроле. Андрей Сергеевич, вот хорошо, разобрались мы с вами с дорогами в Демитровграде, с тротуарами. И вопрос от наших телезрителей. Дмитрий Владимирович спрашивает, когда же будут строить обходную дорогу вокруг Демитровграда? Ни для кого же не секрет, что жизнь не стоит на месте, техника не стоит на месте. Большое количество магазинов, крупных сетей открывается, по-моему, вот, ну, просто по всей России. И большие фуры, тяжеловесные, многотонные, идут через город, в том числе через наш. Взять, к примеру, улицу Свирскую, взять улицу Прониной, когда эти большие грузы идут практически сплошным потоком, температура воздуха, например, последние два года летом зашкаливала до 35, начинает тормозить фуры и собирает буквально в гармошку этот асфальт. Будет ли эта дорога? Стоит ли надеяться? Ну, должен сказать, что с вводом мостового перехода сегодня мы ежегодно замеряем трафик на основных своих магистралей. И сегодня мы понимаем, что дорога Ульянск-Демитровград-Самара очень сильно перегружена. Больше 14 тысяч автомобилей в сутки проходят по этой дороге. Если говорить там о тех регламентах и о категориях дорог, то эта дорога должна быть, конечно, первой технической категорией. Ну, несомненно, это стоит очень громадных денег. Если говорить конкретно об обходе города Демитровграда, то там стоит из трех этапов. Первый этап был введен, по-моему, порядка 80 лет назад, который сегодня работает. Что с остальными? Сегодня мы их проектируем. Наша задача до конца 2014 года получить проекты полностью на все протяжение этого обхода. Там 31 километр получается. Сегодня мы уже согласовали по второму этапу трассу. Она составляет там 18 километров 800 метров. В июле месяце должны получить уже полностью проекты, до конца года госэкспертизу. Должен сказать, что областной бюджет с такой нагрузкой однозначно не справится. Это нужно весь Дорожный фонд направлять на эти работы. То потребуется не меньше пяти лет для того, чтобы ее сделать. Здесь была проведена работа и нашим министерством, и Министерством стратегического развития, для того, чтобы с учетом вот такой большой работы создания здесь ядерного инновационного центра, выделить федеральные средства на строительство этой дороги. Слава Богу, такое понимание мы нашли в Министерстве экономики, в Министерстве транспорта Российской Федерации. И сейчас наша задача, министерство направило, транспорт направил соответствующее письмо в Минфин России, для того, чтобы в следующем году уже выделить 2 миллиарда 100 миллионов рублей на начало строительства этой дороги. Вот наша задача, чтобы убедить Минфин эти деньги сохранить в проекте бюджета 2014 года, для того, чтобы приступить к работе. Но уже хочу сказать, что проектно-сметная документация, это тоже большое дело, она тоже стоит очень больших денег, порядка 50 миллионов рублей, для того, чтобы все запроектировать. Потому что здесь сегодня мы уже работаем с Министерством лесного хозяйства, для того, чтобы понять, сколько нам средств необходимо выделить для переноса деревьев, выделить трассу для строительства новой автомобильной дороги. Это очень большой труд, но я говорю, что мы этой работой занимаемся. Кроме этого, мы не оставляем в покое Министерство транспорта и Росавтодор, для того, чтобы передать автомобильную дорогу в федеральную собственность. Большая работа была проведена по оформлению этой дороги, по оформлению земель. Больше года нам потребовалось на всю эту работу. Но вот сейчас, 20-го числа, мы получили последний документ. Вместе с Самарской областью в конце мая, там, по-моему, 29-го, получают тоже последний документ на землю. И мы вместе с Самарской областью опять начинаем работать с Росавтодором, для того, чтобы эта дорога была передана в федеральную собственность. Андрей Сергеевич, и возвращаясь к теме дорог в Димитровграде, Алексей Иванович задает вопрос. Будет ли увеличиваться пропускная способность дорог именно в самом Димитровграде? В Димитровграде транспорта стало очень много, в часы пик пробки. И интересует, например, улицы 50 лет Октября, Куйбышево, Первомайский район. Вообще что-то предусматривается у нас? Мне тяжело сказать, но я пока сегодня, однозначно пока скажу, программ нет. Программ нет. И технически не могу сейчас ответить на этот вопрос. Будут ли они расширяться, какая там на самом деле необходимость. Но обещаю, что мы этот вопрос рассмотрим и уже потом на сайте или вам передадим, для того, чтобы вы ответили на этот вопрос. Хорошо, спасибо большое. У нас остается немножечко времени. Уважаемые телезрители, все ваши вопросы, которые поступили сегодня для прямого эфира, обязательно будут переданы Андрею Сергеевичу. И ответы будут вам получены либо лично, либо в письменном виде по телефону, либо на портале 3сосны.рф. Давайте сейчас затронем все-таки тему работы автотранспорта. К примеру, достаточно большое количество людей жалуются на транспорт именно междугородний. Например, транспорт, который идет от Димитровграда до Казани. Люди жалуются, что периодически бывают автобусы и карусы хорошие, комфортные. То есть действительно люди спокойно доезжают до Казани. А бывает, что выдают просто эти пазики, которые вот-вот, такое ощущение, как будто они развалятся. То есть кто-то держит на контроле этот вопрос, безопасно ли это и допустимо ли использование сейчас таких автобусов? Ну, в соответствии с порядком, конечно, мы не можем запретить работу на междугородних автобусах, на междугородних маршрутов автобусов, которые подходят под эти требования. Любой транспорт, он сертифицирован, проходит соответствующий технический осмотр. И есть требования, которые предъявляются к междугороднему маршруту. Это, ну, прежде всего, место для багажа, мягкие сидения. Понятно, что если даже этот пазик с мягким сидением, то, наверное, в нем не так комфортно ехать, как в большом икарусе или там в какой-то иномарке. Мы сегодня встречались и с перевозчиками. Я побывал на Демитровградском автовокзале. Конечно, есть замечания, с завтрашнего дня там начнутся работы по благоустройству территории. Но однозначно сохранять тот вокзал, какой он есть, ну, наверное, смысла нет. Или надо проводить реконструкцию, или, возможно, строить новый. Мы в ближайшее время этот вопрос рассмотрим. Я думаю, что в течение месяца будет принято какое-то решение, и потом тоже проинформировано. Хорошо. И, опять-таки, наверное, все-таки последний вопрос. На прошлой неделе на заседании правительства Ульянской области в Демитровграде среди прочих вопросов также оговаривалась возможность приобретения для Демитровградских двух муниципальных учреждений нового транспорта. Как обстоит вообще вот сейчас ситуация? Что она себя представляет? Как обстоят дела? Да, нет, выделяют денег, не выделяют, выделяют сколько, не выделяют почему? Выделяют денег. Также это будут деньги, значит, по программе Росатома. Плюс дополнительно потом муниципальный, ну, город Демитровград должен взять на себя выплату лизинговых платежей. Сегодня мы рассматривали этот вопрос очень подробно. Мы посетили тоже предприятие. Обсудили, что необходимо закупить. Со всех сторон постарались как бы подойти к этому вопросу так, чтобы эта техника использовалась круглогодично, а не простаивала. Потому что есть, ну, и специальные техники. Вот мы выждены сегодня привлекать там из Самары пылесосы, которые работают в городе Демитровграде по уборке города. Вот они отработали там два дня. Сегодня опять мы заключили с ними договор, но они освободятся только еще через четыре дня. Это неудобно. Такую технику мы закупим для города Демитровграда. Кроме этого, будет закуплена техника для зимнего содержания автомобильных дорог, для летнего, для того, чтобы можно было помыть бордюры, дороги, ну, и ряд другой техники. Всего будет закуплено 44 единицы техники. Это очень серьезный вклад в новые предприятия, которые создал муниципалитет. И надеюсь, что они правильно будут работать и только на пользу послужат жителям города Демитровграда. Спасибо большое. Даже уже перебрали с вами по времени. Вопросы передаю. Да, спасибо. Спасибо вам за то, что нашли время, приехали к нам в студию. Спасибо за внимание телезрителям. Всего доброго. Будьте здоровы. Субтитры подогнал «Симон»!